Великое правительство. Уже ни для кого не секрет из посвященных сил общества, что белого человека на земле уничтожают всеми мысленными и немысленными средствами. Как нас уничтожают, они продают отравленные продукты питания, примитивными технологиями загрязняют окружающую среду, электромагнитными волнами, вирусами. Как видим, средств много. Почему все это происходит и кто виноват? Это происходит потому, что Меддарь-Земля захвачена пришельцами из темных миров, а оккупантов в свою очередь творят произвол, потому что уверены в своей безнаказанности. Почему темные уверены в своей безнаказанности? Потому что уставшиеся в живых коренные жители планеты уверены в том, что ничего в этой жизни не изменишь. Меддарь-Земля чуть ли не единственная обитаемая планета во Вселенной. Беззаконие продолжается на протяжении всей истории и ничего с этим не поделать. Власти, имеющие сильные, а мы слабые. Все эти пункты – величайшие заблуждения, которые сами пришельцы нам внушили. Для этого, чтобы беззаботно воровать ресурсы и иметь безграничную власть над темными силами и умами людей. Человек сам творит своей судьбы, и начиная со своей земной жизни, он творит свою новейшую деятельность. Во Вселенной безграничное множество обитаемых планет и миров. История та, которую мы знаем, выдумана. Мы сильно сильны, поэтому, что мы боги, дети богов. Как мы видим, все пункты, которые мы считали изменить в жизни, это мысль, которую нам вдалбливают с пеленок. Но на то, что мы боги, что вы скорректировать души реальности, собственно, этим занимаются все. Но все стараются это скорректировать и пользоваться этим оружием. Так, например, когда человек взрослый, серьезно начинает перекидываться дурачком для того, чтобы добиться своей цели, при этом человек ничего не имеет, ни атомной бомбы, ни неограниченной власти, но это действует. То, чтобы человек считает, это Медгард, Земля, единственная обитаемая планета в космосе, эти пришельцы убивают сразу двух зайцев. Во-первых, человек уверен, что никто ему стороны не поможет. Во-вторых, человек так думает, он сразу же в глазах других обитатель Вселенной превращается из Бога в неразумную тварь. А как вы думаете, по галактическим и вселенским законам, как можно поступать с богами и как можно поступать с неразумными тварями? Ответ очевиден. Богов храняют высшие инстанции, а неразумную тварь можно отстрелять. Они же не способны осознать ни жизни, ни смерти. Кроме того, когда человек понимает, что Медгард, Земля, не единственная планета в безграничном космосе, он может дойти до другой галактической планеты. Галактическое правительство, Вселенная, правительство и так далее. Наша Земля в данный момент является колонией наземцев, и они все сделали для того, чтобы по законам Вселенной можно было бы отстрелять людей, как неразумную тварь. Но и сами люди во многом виноваты. Они должны это понять. От колониального гнета можно освободиться или по меньшей мере наказать местные власти за произвол на местах. Для этого надо обратиться к галактическому или Вселенскому правительству с жалобой на местные земные власти. Или можно обратиться с требованием о признании независимости Медгарда от тоталитаризма темных. В этом вопросе это первично. Но что делать, что должны делать, чтобы найти большое количество коренных жителей, которым нужна эта независимость? Коренным жителям я, конечно, называю белые народы, так как остальные не являются коренными жителями планеты. Идем далее. Вновь вернемся к исторической лжи, когда произошел захват Медгарда Земли темными. Это произошло не тысячу лет назад и не две, а в 1917 году, конечно же, делалось постепенно, менялось сознание, постепенно человеку внушали бредовые мысли, которые сейчас человек стал воспринимать как реальность. И только когда большая часть людей стала верить в этот бред, человечество перешло из статуса Бога, правителя вселенных, статуса неразумной твари. Под шумок в 1917 году было уничтожено все, что напоминало бы человеку о его божественной природе. Еще до революции многие общались телепатически, умели телепортироваться и просто летать. Язык был образным, то есть это посредством языка люди могли включаться с выключением мира. Но остатки образованности уничтожили реформы. Письма языка, образованные буквы стали безобразными, фонемами. И только сейчас природа начала свое восстановление. Люди начинают понимать, что надо жить по совести, что человек человеку друг. Возникает множество общин. И все это несмотря на сильные противодействия пришельцев. Ну вот. Так что, люди, задумайтесь над этим и подумайте, что же вам делать дальше.